Мы находимся в Палаццо Барберини, любуемся прекрасной картиной Караваджо Нарцисс. Полное название картины Нарцисс у ручья. Это история из Овидия, о юноше, который настолько влюбился в собственное отражение в воде, что упал в воду и утонул. И, конечно, цветок назван в его честь, а также понятие нарциссизм. Да, точно, в христианском контексте. Поучительная история, история предупреждения. О том, что имеет значение, а что нет. Ну, это потрясающе интересная тема для художника. Согласна. Она особенно интересна тем, что есть реальная фигура и есть её отражение. Конечно, полотна сами по себе – это своего рода зеркала или отражение тоже. Конечно, конечно. И художник несёт ответственность за то, что и насколько достоверно он изображает. Ведь в достоверности есть и доля опасности. Интересно, что если смотреть на эту картину, то отражение в каком-то смысле – это картина в картине. Оно более тускло. Намного. Видны лишь очертания. Так и есть. Да, точно. Картина также невероятно абстрактна. Кромка поверхности воды делит полотно пополам. Почти идеально. Не совсем ровно, но почти что так. А потому соприкасающиеся руки и их отражения сливаются воедино. И получается что-то вроде окружности, вписанной в прямоугольник холста. Так? Да. Мне это представляется своего рода метафорой, поводом к размышлению. А размышлению о картине и её содержании. Здесь-то и кроется опасность. Ведь художнику нужно было понять, как изобразить так называемую реальность, настоящую фигуру и противопоставить её отражению. Правильно? Да. И картина сама по себе – это тоже отражение. Другой интересный момент – это ракурс. Нарцисс на картине находится так близко, что словно наклоняется к нам в душевном порыве. Это всё элементы барокко, движение вперёд к зрителю, который присутствует здесь. И тенеброса – мрачный, тёмный фон, который позволяет сосредоточиться на образе, заполняющем полотно. Я думаю, что самая колоритная часть – это колено. Согласна. И ещё короткий рукав. А караваджи часто привлекает внимание зрителя не к тому, что, по идее, должно нас привлечь к картине, а вот, к примеру, лошадиный круг. В этом проявление реализма, когда в действительности вещь, на которую падает наш взгляд или свет, не обязательно оказывается самым важным предметом во всём пространстве. Нарцисс, обратите внимание на левую руку юноши в правой части холста. Давайте присмотримся, поскольку оказывается, что его правая рука в левой части холста прочно опирается на землю. Нарцисс кажется настолько рассеянным и поглощённым своим собственным отражением, что не понимает, что вот-вот обопрётся на то, на что опереться невозможно – на воду. Кажется, что юноша вот-вот упадёт в ручей. Да, возможно, это и есть тот самый момент. Да, он почти уже дотянулся, чтобы обнять себя, он буквально растворяется влюбовании собою. Но он может обнять лишь своё отражение, которое, разумеется, осизать невозможно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok